Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о такой гибридной форме, как сон анжелики. Значит, пару лет назад эта форма у нас в Беларуси прогремела на выставке, как супер мускатная, супер-пупер вкусная. Ну, как-то как прогремела, так и затихла. В этом году наш сон анжелики дал первые сигналочки. И что получилось? Ну, смотрите, ягода, конечно, классная, красивая, обалденная, да, такая. И по цвету интересная, и по размеру, и по форме, но это сигналки. Причем, видим, тут почти возле земли все, куст молодой. Но муската никакого там не обнаружилось. И стали, думая, смотреть, может, пересорт, может, еще что-то, искать информацию. И, как бы, к чему привели наши поиски, да, можно сказать, даже почти расследование. Значит, если посмотреть ролик Руслана Панченко, то вот он рассказывает, что сам господин Калубин нечто где-то перепутал. И под названием сон анжелики стало ходить две формы. Одна бордовая, с длинными вытянутыми ягодами и без муската. Вторая нежно-розовая, там ягодки такие вот, как пульки немножко похожие, и с ярким мускатом. И вот Руслан Панченко показывал, что у него такая вот розовая форма. Ну, стали смотреть дальше. Опять же, ее не так много показывают. Где-то она получается, вот ягоды длинные, смотрите, есть вот такие вот ягодки, да, вот на грозди. Даже у кого-то в роликах я видела, человек рассказывает, что вот один год они были длинные, а во второй год они получились такие более кругленькие. У нас, видите, даже еще вот такие есть, если сверху смотреть, немножко как бананчики закруглененькие, да. То есть немножко форма ягодки может быть разная. Касаемо муската, мы все думали, что может быть там, как-то мы его не чувствуем. Да, может он появится, может еще рано. Ягода вообще давно уже съедобная, сладкая, вкусная, приятная. Ну, что же с мускатом? И тоже, когда, ну, если посмотреть ролики, где показываются у Маджелики, то кто-то говорит, ну, скат есть, кто-то говорит, ну, гармоничный вкус. Но мы посмотрели ролик худалея, у которого мы, собственно, и брали черенки, из которых вырос вот этот куст. И там к нему как раз-таки приезжал Колумбин. Вот несколько человек собралось и смотрят вот этот самый сон Анжелики. Я вам даже оставлю ссылку на этот ролик и пропишу, с какой минуты посмотреть. Я вас, ну, как бы прошу посмотреть очень внимательно и послушать, главное. Потому что вот там с мускатом, да, кто-то его слышит, а кто-то вроде как и не слышит. Вот если так внимательно послушать, там, пару моментов, да, то все станет на свои места. В общем, что получается, что у нас сон Анжелики, вот он такой. Да, он красивый, ягода товарная. Смотрите, она вон там практически в траве валяется, вот там, да, и она не трещит. Да, здесь ли тут мокро. Бывает так, что ягода не трещит, но если она валяется совсем в траве, то сохранность его нарушается все-таки. Ну, когда слишком много влаги, тут треск может быть. Видите, это вопрос условий. Ну, здесь все идеаленько, все целенько, все вот такое вот красивое, да, вот такая плотненькая ягодка. Вот такая вот плотная мясистая мякоть, но она бывает же суховатая такая, это такая мясистая, мясисто-сочная. Вкус очень приятный. Возможно, там какие-то фруктовые, ну, такие легенькие, что-то такое. Ну, муската нету. Мы, конечно, можем списать на то, что это первое сигнальное плодоношение, и по каким-то причинам муската не набрал. Но наберет ли он в следующем году? Большой вопрос. Опять же, вот, посмотрев, да, разных людей, разные ролики, у кого-то он есть, у кого-то он нету, ну, а где-то немножко ощущение, что не голый ли король. То есть, с мускатом у этой формы есть вопросы. По всему остальному, как бы, вопросов к ней нету. Растет она нормально, глаза у нее зреют нормально, особенно для такого вот молоденького кустика, да, нагруженного урожаем. То есть, в этом плане вопросов к этой форме нету. Ну, а с мускатом вопросы есть. Либо условия, да, либо разные формы, причем они действительно есть разные, может быть, еще что-то разное среди разных, да. Кто его знает, что там господин Калугин, и как подписывал, да, и кому что раздавал. Ну, тем не менее, я назвала, да, источник, откуда к нам пришло. То есть, внешне все сходится, но вот у нас с мускатами есть вопрос. Кстати, вот, ну, разговариваю с вами, да, ягодку уже прожевала, ощущение такое вот, послевкусие приятно, может, какое-то грушевое. Ну, опять же, понимаете, вкус – это индивидуальное восприятие у всех, да. Кто-то одни вкусы может слышать, кто-то не может, кто-то их сильнее воспринимает, кто-то меньше, ну, все же мускат, и я уловить в состоянии. Ну, в этом сезоне, когда мы ездили на выставку в Самохваловичи, целенаправленно ездили попробовать сон Анжелики, ну, чтобы сравнить, да, что, как, может, наши условия такие, да, может, наши почвы. Опять же, вкус совсем молодой, ну, а сон Анжелики я ни у кого не нашла, даже у того человека, у кого эта самая форма прогремела пару лет назад. Может, я, конечно, там, где-то не увидела, не досмотрела, людей было много, да, то есть всякое может быть, но попробовать мне эту форму на выставке не удалось. Ну, а вам рассказывают, вот какая она есть в наших условиях, да, все ее реальные описания и характеристики. Надеюсь, что ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!